Бесконтактное общество. Как технологии влияют на наше общение? Правительство Сеула перенесет свою работу в метавселенную. Высокотехнологичная мода. Умная одежда помогает установить контакт с собственным телом. Об этом и не только в ближайшие минуты. Пандемия стала мощным стимулом для развития и внедрения новых технологий в повседневную жизнь. Чтобы сократить контакты между людьми, мы стремимся к максимальной автоматизации всех услуг, в которых ежедневно нуждается человек. Некоторые страны особенно серьезно подошли к этому вопросу. В Корее даже разработали целую программу по созданию бесконтактного общества. Здесь активно внедряют различные решения, которые позволяют сократить число контактов между людьми в течение дня. Например, автоматизированные гастрономы без продавцов и даже магазины техники. Роботы-бористы, роботы-официанты, роботы-повара, роботы-уборщики, роботы-охранники. Такой подход вкупе с активной вакцинацией населения, судя по цифрам, действительно дает плоды. По последним данным, число заразившихся в стране за все время пандемии не превышает 1% населения. Для сравнения, в России только по официальным данным переболели почти 7% граждан. Как пишет Guardian, правительство Кореи вкладывает немалые средства для того, чтобы социальная дистанция между людьми становилась все больше. Однако, за ее последствия приходится платить тоже. Как пишет издание Guardian, в период пандемии в Корее возросло число людей, страдающих депрессией, в том числе из-за отсутствия общения. Парадоксально, но для решения этой проблемы вновь предлагают бесконтактное решение. Онлайн-платформа для психологической помощи, на разработку которой потратят более 25 миллионов долларов. Социологи опасаются, что полное отсутствие контактов может привести к фундаментальному кризису в обществе. Но правительство пока видит в бесконтактной среде больше перспектив, чем угроз. Компании, которые предоставляют такие услуги, показывают лучшие результаты и способствуют экономическому росту страны. Одна из последних фишек программы бесконтактного общества – это создание метавселенной для правительства Сеула. На виртуальной площадке местные жители смогут взаимодействовать с муниципальным правительством и решать вполне реальные вопросы. Городскую метавселенную создадут в три этапа со следующего года и применят ко всем городским задачам – от экономической политики до гражданских жалоб. Виртуальную экосистему для корейского правительства планируют запустить уже в следующем году. Технологии, проникая буквально во все сферы нашей жизни, не могли обойти стороной и моду. Польский дизайнер Иго Велинска представила необычные наряды из будущего. Это боди, которые подстраиваются под ваше настроение. Коллекцию назвали «эмоциональная одежда». Она фиксирует пульс, температуру тела и даже реакцию кожи, меняет свой цвет, когда вы, например, волнуетесь или испытываете стресс. В интервью изданию «Дизан» дизайнер объяснила, что такая одежда позволит людям чаще обращать внимание на свое тело и свои чувства, стимулируя нас проявлять заботу к самим себе. Эмоциональная одежда состоит из полисенсорной одежды, предназначенной для расширения границ восприятия одежды посредством опыта, основанного на сенсорном замещении. Сенсорная замена – это когда мозг берет информацию от одного чувства, такого как прикосновение, и преобразует его восприятие другого чувства, например, зрения. Если обычно в течение дня мы не обращаем большого внимания на свое эмоциональное состояние, тем более физические изменения, которые они провоцируют, то получая визуальный сигнал об изменении в теле через одежду, мы быстрее обратим на них внимание и сможем быстро отреагировать, привести в норму дыхание или сделать перерыв на работе.